Глава четырнадцатая Как вы думаете, мне вот всё кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров, и что нет даже самого честного человека, который бы хоть раз в жизни ничего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что всё сползать не воры, хотя ей-богу ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете? Фу, как вы глупо рассказываете, это звала Дарья Алексеевна. И какой вздор не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла. Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна. Но что скажет князь, который вдруг весь покраснел? Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете, сказал князь, естественно, от чего-то покрасневший. А вы сами, князь, ничего не украли? Фу, как это смешно. А помните, если господин Фердыщенко вступился к генералу? Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать. Вот и хотите князя с собой же прицепить. Благо, он безответный, отчеканил от Дарья Алексеевна. Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите, и знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение. Резко и досадливо проговорила Анастасия Филипповна. Сию минуту, Анастасия Филипповна. Но уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь все равно, что сознался. Так что же бы, например, сказал другой кто-нибудь, никого не называя, если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается для меня, господа, то дальше рассказывать совсем нечего. Очень просто и глупо и скверно. Но уверяю вас, что я не вор. Украл же, не знаю как. Это было третьего года, на даче у Семена Ивановича Ищенко в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату. На рабочем столике у Марьи Ивановны три рубля лежат. Зеленая бумажка. Выднула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никогошенька. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего, не знаю. Что на меня нашло, не понимая. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал, в довольно сильном волнении. Болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся. Подсел потом к барыням. Через полчаса примерно хватились и стали спрашивать из служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие. Помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтобы она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны. И это вслух и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ищел именно от того, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти три целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего. Захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому верьте или нет, как угодно. Я не интересуюсь. Ну, вот и все. Только уж, конечно, это не худший ваш поступок с отвращением, сказала Дарья Алексеевна. Это психологический случай, а не поступок, замерил Афанасья Иванович. А служанка, спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом. И вы допустили? Вот прекрасно. Так неужели же мне было пойти и сказать на себя? Захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа. Как это грязно, скричала Настасья Филипповна. Ба, вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете. Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим. Да и мало ли, что снаружи блестит и добродетельно хочет казаться, и добродетелю хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли, кто свою карету имеет. И какими способами? Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг оглобился. Даже до забвения себя перешел через мерку. Даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти промахи дурного тона и хвастовство особого рода, как выразился в этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенком и были совершенно в его характере. Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко. Тут мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга. Слишком далеко уж зашел. А не кончить ли совсем, лукаво спросил Афанасий Иванович. Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать. Решительно сказал список. Вы не хотите? Не могу, Настасья Филипповна. Да и вообще считаю такое пятижи невозможным. Генерал, кажется, по очереди следует вам, обратилась к нему Настасья Филипповна. Если и вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится. И мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать заключение один поступок из моей собственной жизни. Но только хотела после вас и Афанасия Ивановича. Потому что вы должны же меня ободрить, заключила она, рассмеявшись. О, если и вы обещаетесь, с жаром скричал генерал, то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать. Но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот. И уже по одному виду его превосходительство можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик. Осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовитый улыбаясь. Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже по себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался, вдвое услышав про обещание рассказа. «Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные в моей жизни», – начал анекдот. «Но страннее всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который я сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни». Между тем, тому прошло чуть не 35 лет. Но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Было тогда еще только что прапорщиком и в армию лямку тянуло. Ну, известно, прапорщик, кровь, кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда дичи, к Никипор, и ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистым. И даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в Фордштадте квартиру одной отставной подпоручице и к тому же вдовы. Лет 80, или по крайней мере около, была старушонка. Домишко у него был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное, чем отличалось, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жилась не еще несколько лет перед этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма. И даже раз старуха укусила за палец, но и та померла, так что старуха года уж три пробивалась одна-одинешеньком. Скучехонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец, украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее было некому. За петуха мы поссорились, и значительно. А тут как раз вышел случай, что меня по первой же просьбе моей на другую квартиру перевели в противоположный форштадт, в многочисленнейшее семейство одного купца с большую бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху уже оставляем с негодованием. Проходит дня три, прихожу с учения, Никифор докладывает, что напрасно ваше благородие нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен. Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась? Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя. Гляжу, она сидит в сенцах одна одиношенька в углу, точно от солнца забилась. Рукой щеку себе подперла. Я, дочь уже, знаете, на нее целый гром так и вывалил. Такая, дескать, ты и сякая, и знаете, этот по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставило, глаза выпучило, и ни слова в ответ. И странно-странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешенности, мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, ухожу. Еще до дома не дошел, к майору потребовали. Потом пришлось в роту зайти. Так что домой вратился совсем в вечеру. Первым словом, Никифора. А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь, померла. Когда? Да сегодня по вечеру, часа полтора назад. Это значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Так это меня фрапировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то, что, а так иногда вообразишь и станет нехорошо. Главное, что тут, как я, наконец, рассудила. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное. Жила, долго жила, наконец-то жилась. Когда-то имела детей, мужа, семейство, родные. Все это кругом в нее, так сказать, кипело. И все эти, так сказать, улыбки. И вдруг полный пас. Все в трубу вылетело. Она осталась одна, как муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. С закатом солнца, в тихий летний вечер, улетает и моя старуха. Конечно, тут не без норовоучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение, вместо напутственной, так сказать, слезы, молодой, отчаянный прапорщик, избачений с эфертом провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску. Без сомнения, я виноват. И хоть и смотрю уже давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, это же странно, тем более, что если я и виновен, то ведь несовершенно же. Зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический, но все-таки я не мог успокоиться, пока миск не завел лет 15 назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богадельни с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю обратить вековечное завещав капитал. Ну, отцепсес. Повторяю, что, может быть, я и во многом жизни провинился, но этот случай считаю по совести самым сквернейшим поступком из всей моей жизни. И вместо самого сквернейшего вашего превосходительства рассказали один из хороших поступков в своей жизни. Надули Фердыщенко, заключил Фердыщенко, в самом деле генерал. Я не воображала, что у вас было все-таки доброе сердце, даже жаль. Небрежно проговорила Настасья Филипповна. Жаль, почему же, спросил генерал, с любезным смехом и не с самодовольствием отпил шампанского. Но очередь была за Афанасьев Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадывали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу. Да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством. Вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну. С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим любезным голосом начал Афанасьев Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собой видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседем и довольно тучный, с мягкими, румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко, изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось взглядеться. На угольном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристанно рассматривала кружевцу оборки на своем рукаве и щипала ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела изглянуть на рассказчика. Что всего более облегчает мне мою задачу, начала Афанасьев Иванович, это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. В совести память сердце точно же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков в жизни моей, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около двадцати. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодой женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны. И назначались два балла. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Афиса «Ля дам о камелеа» «Дама с камелой». Поэма, которой, по моему мнению, не суждено, ни умереть, ни состалица. В провинции все дамы были восхищены до восторга. Те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости и, наконец, все эти очаровательные подробности, расписанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелей по очереди, отинформа все эти прелестные детали, и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камели вошли в необыкновенную моду. Все требовали камели, все их искали. Я вас прошу, много ли можно достать камелей в уезде, когда все их для балов спрашивают, хотя бы балов и немного было. Петель Варховский изнывал тогда бедняжка по Анфисе Алексеевне. Право не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать камели к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторши гостя, и Соцья Беспалова, как известно, стала приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне заходило для некого особого эффекту красных. Бедного Платона чуть не догоняли, известно, муж поручился, что букет достанет. И что же? Накануне перехватила мытищего. Катерина Алексеевна. Страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем. На ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал. Понятно, что если бы Петель промыслил где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый. Но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг, сталкиваясь с ним уже в одиннадцать вечером накануне дня рождения, и балу у Марии Петровны Зубковой, соседки Ордынцевой, сияет, что с тобой? Нашел, Эврика. Ну, брат, удивил же ты меня. Где? Как? В Экшайске. Городишко такое там есть. Всего двадцати верстах. И не наш уезд. Трипалов там купец есть. Бородач и богач. Живет со старухой женой. И вместо детей от них канарейки. Пристрастились оба к цветам. У него есть камелий. Помилуй, да это неверно, но... Как не даст? Встану на колени и буду в ногах паляться до тех пор, пока даст. Без того не уеду. Когда едешь ты? Завтра чем свет в пять часов? Ну, с богом. И так я, знаете, рад за него. Возвращаюсь к Ордынцу. Наконец уж второй час. А мне все это, знаете, мерещится. Хотел уже спать, может, и вдруг. Преоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню. Бужу Савелия Кучера. Пятнадцать целковых ему. Подаю лошадей в полчаса. Через полчаса, разумеется, возок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В пятом часу я в Якшайске на постоялом дворе. Переждал до рассвета. И только до рассвета, в седьмом часу, утрепал он. Так и есть. Есть камелии? Батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонись. Старик вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Не-не-никак не согласен. Я бух ему в ноги. Так-таки растянувся. Что вы, батюшка, что вы, отец, испугался даже. Да ведь тут жизнь человеческая, кричу я ему. Да бери, коли так с Богом. Нарезал же я тут красных камелей чудо, прелесть. Целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик. Вынимаю сто рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти сто рублей в здешнюю больницу для уничтожения содержания и пищи. Вот это, говорит батюшка, дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное. За здравие ваше и подам. И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, клинурусак. Денаврэсуш, исконные. Восторги от удачи, в тот же же в обратный путь, воротились окольными, чтобы не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности. благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы. Все мужья таковы сотворение законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает. Даже уже приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок к вечеру бред и к утру горячка. Рыдает, как ребенок, в конвульсиях. Через месяц только что выздоровел, на Кавказ отпросился. Роман решительный вышел. Кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Варховской, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили. Для чего? Зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда. А то ведь простая шалость из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у него этот букет, кто знает, жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел бы успехи. И в голову не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступал к рассказу. Заметили, что у Анастасии Филипповны как-то особенно засверкали глаза. И даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с собопытством поглядывали на них обоих. Надули, Фердыщенко, вот так надули. Нет, вот это уж так надули, скричал плачевным голосом Фердыщенко, понимая, что можно и должно ставить славцом. А вам, кто велел дело не понимать, вот и учитесь у умных любей, отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная верная приятельница и сообщница Тотского. Вы правы, Афанасий Иванович. Стижет прискушное и надо поскорее кончить. Небрежно вымолвала нас. Татьяна Филиппова, расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть. Но обещанный не кто-то прежде всего, жаром одобрил генерал. Князь резко и неожиданно обратилась к нему вдруг на Татьяна Филиппова. Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю. Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел. Все усталили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. За кого? спросил князь за мировщим голосом. За Гаврилу Арделеоновича Иволгина, продолжала Настасья Филипповна, по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь. Нет, не выходите, прошептал он наконец с усилием и с усилием перевел дух. Так тому и быть, Гаврила Арделеонович, властно и как бы торжественно обратилась она к нему. Вы слышали, как решил князь? Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда. Настасья Филипповна, убеждающим, но с тревожным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревозились. Что вы, господа, продолжала, она как бы с удивлением взглядывается, что вы так сплохнулись. И какие у вас у всех лица. Но вспомните, Настасья Филипповна запинается про Барматалтоцкий. Вы дали обещание, вполне добровольное, вы могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при прелюдии, и все это так кончено таким ктижой, дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит, не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое прелюдия? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему ктиже? Я действительно хотела рассказать свой анекдот, но вот и рассказала. Нехорош, разве? И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали? Я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказала бы да, я бы точно ждала согласия. Но он сказал нет, и я отказала. Тут вся моя жизнь на основном волоске висела. Чего серьезнее? Но князь, почему тут князь? А что такое, наконец, князь? И что такое, наконец, князь? Пробормотал генерал, почти уже не смогу задержать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя. А князь для меня то, что я в него впервого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил. И я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филиппову за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила. Проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный ганя. И это, конечно, так тому и следовало. Но, князь, князь в этом деле до 75 тысяч забирается, что ли? Оборвала вдруг Настасья Филипповна. Вы это хотели сказать? Не запирайтесь. Вы непременно это хотели сказать. Афанась Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо же и вам вздохнуть. Девять лет и три месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите его и ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. Настасья Филипповна, Настасья Филипповна, послужив со всех сторон. Все заволновались, все стали с места. Все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, ступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку. Никто не мог ничего понять. И это, и в это мгновение раздался вдруг звонкий сильный удар колокольчика. Точь в точь, как давечу в Ганечкину квартиру. А, вот и развязка, наконец-то. Половина двенадцатого, вскричала Настасья Филипповна. Прошу вас садиться, господа. Это развязка. Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, нацела на дверь. Рогожин и сто тысяч, сомнений нет. Пробормотал про себя ктик. Глава пятнадцатая. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там Бог знает что, Настасья Филипповна, человек, где валились. И все хмельные, чудо просится. Говорят, что Рогожин и что вы сами знаете. Правда, Катя, впусти их всех тотчас же. Неужто всех, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразная страсть? Всех, всех пусти, Катя, не бойся. Всех до одного, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, точно давеча. Господа, вы, может быть, обижаетесь, обратилась я над гостям, что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу. Но так надо. А мне очень-очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно. Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее, что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасное любопытство, при том же и пугаться-то очень было некому. Дам было только две. Дарья Алексеевна, барыня бойкая и видавшая всякие виды, и которую трудно было сконфузить. И прекрасная, но молчаливая незнакомка. Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была столь же глупа, сколь и прекрасна. Она была вновь. И уже принято было приглашать ее на известные вечера в нынешнем костюме, причесанную, как на выставку, и сажать, как прелестную картинку, для того, чтобы скрасить вечер. Точно как окна и добывает для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то птицей, например, был приятель с Рогожиным. Фердыщенко был, как рыба в воде. Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячечную потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший, в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом. И в Настасье Филипповне, которую обожал, как свою внучку. Но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасии Ивановича, что, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог. Но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшим такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет два-три словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился здесь сидеть до конца и уже совершенно замолчать и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал, Ипанчин, только что сейчас перед этим разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, без того уж слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыченком. Но что могла сделать сила страсти, то могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущение долга, чина и значение, и вообще уважение к себе. Так что Рогожин с компанией, во всяком случае, в присутствии его превосходительства, был невозможен. Ах, генерал, перебила его с точью же Настасья Филипповна, только что он обратился к ней с заявлением. Я и забыла, но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так опитно, то я и не настаиваю, и вас не удерживаю, хотя бы мне очень желалось иметь именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание. Но если вы боитесь, позвольте, Настасья Филипповна, скричал генерал в припадке рыцарского великодушия. Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подли вас. И если, например, есть какая опасность, к тому же я признаюсь любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасье Филипповне. Сам Рогожин провозгласил Сергеющенко. Как вы думаете, Афанась Иванович, наскоро успел шепнуть ему генерал, не сошла ли она с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манерам, а? Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была. Лукаво отшепнулся Афанась Иванович. К тому же лихорадка. Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Прибавился только какой-то беспутный старичишка, в свое время бывший редактором, какой-то забулдыжной обличисленной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной топоручик. Решительный соперник и конкурент по ремеслу и по назначению утрешнему господину с кулаками и совершенно никому из Рогожинцев неизвестный, но, подобранный на улице, на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прожеку и слогом Марлинского, просил вспоможения под коварным предлогом, что он сам по 15 целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давешний господин с кулаками после приема в компанию просителя счел себя даже обиженным и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителям, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду поручик обещал брать в дело более ловкостью и изворотливостью, чем силой, да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не вступая в явный спор, но ужатно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса, одним словом оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался и своей стороны не удостоивая соперника явного прения, показывал иногда молча, как бы незначая, или лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь – огромный кулак, жилистый, узловатый, оброшенный каким-то рыжим пухом. И всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько встанет. В высшей степени готовых, опять-таки, никого из них не было, как и Давича, вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Анастасии Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце, и каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного он провел все время, с пяти часов пополудни вплоть до одиннадцати. Бесконечной тоске и тревоги. Возясь с киндерами и бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась как угорелые по его надобности. И однако все-таки сто тысяч ходячими деньгами, о которых мимолетно, насмешливо и совершенно неясно намекнула Анастасия Филипповна, успели составиться, за проценты, о которых даже сам бискуп и стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Анастасии Филипповне. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Из думавших так был, между прочим, еще были победитель сердец залежив. Но другие, преимущественно кулачные господины, хотя и не вслух, но в сердце своем относились к Анастасии Филипповне с глубочайшим призрением и даже с ненавистью, и шли к ней, как на осаду. Но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромные статуи Венеры, все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожевым в гостиную. Но когда кулачный господин Проситель и другие заметили в числе гостей генерала и пынчина, то в первое мгновение до того были обескуражены, что стали даже понемногу литироваться обратно в другую комнату. Один только Лебедев был из числа наиболее ободренных и убежденных и выступал почти рядом с Рогожиным, постигая, что в самом деле значит миллион четыреста тысяч чистыми деньгами и сто тысяч теперь, сейчас же, в руках. Надо, впрочем, заметить, что все они, не исключая даже знатока Лебедева, несколько сбивались в познании границы пределов своего могущества и в самом деле им теперь все дозволено или нет. Лебедев в иные минуты готов был показать, что все, но в другие минуты ощущал беспокойство, беспокойную потребность припомнить про себя на всякий случай некоторые и преимущественно ободрительные, успокоительные статейки свода законов. На самого Рогожина гостиная Настасья Филипповна произвела обратное впечатление, чем на всех его спутниках. Только что приподнялась портьера, и он увидел Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давечу утром, даже могущественнее, чем давечу утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерьно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну, вдруг, как бы потеряв весь рассудок и чуть не шатаясь, подошел он к столу. Дорогой наткнулся на стул Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы немки. Не извинился и не заметил. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка три в высоту и вершка четыре в длину, крепкая и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон в два раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми обвязывает сахарный город. Затем встал, ни слова не говоря, и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем нового шелкового шарфа на шее. Ярко-зеленого, красным, с огромной бриллиантовой булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев до стола не дошел, шага на три. Остальные, как сказано было понемногу, набирались в гостиную. Катя и Паша, горничная Настасья Филипповна, тоже прибежали глядеть из-за приподнятых партир с глубоким изумлением и страхом. «Что это такое?» спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно глядев Рогужина и указывая глазами на предмет. «Сто тысяч», — ответил тот почти шепотом. Не сдержал-то слово. Каков? «Садитесь, пожалуйста, вот тут, вон на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Что с вами? Сяды вешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вон там, на диване можно. Вот еще диван. Вот там два кресла. Что же они, не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфудились, отритировались и усели ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по предложению. Но только подальше от стола, больше по углам. Один, все еще желая несколько стушеваться, а от них все еще желая несколько стушеваться, другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряются. Рогужина уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя. «Вишь, на генерала и на Афанасия Ивановича!» Он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подлинно Астасии Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него. В чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал. «Это, господа, сто тысяч!» Сказала Анастасия Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочным и терпеливым вызовом. Вот в этой грязной пачке давеча вот он закричал как сумасшедший, что привезет мне вечером сто тысяч. И я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с восемнадцати тысяч, потом вдруг вскакнул на сорок, а потом вот и этим сто. Держал-то и слово. Фу, какой он бледный! Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаши с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза. Неужели эту бесстыжию отсюда не выгонят? А Ганечке брату в лицо плюнуло. С характером девушка. Настасья Филипповна укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело, по-своему. Что такое генерал? Неприлично, что ли? Да полно фартитка. Что я в театре французском, в ложе, как неприступная добродетель бельгетажная сидела. Да всех, кто за мной угонялись пять лет, как дикая бегала, и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все дует меня доехало. Вот, перед вами же пришел, да и положил сто тысяч на стол. После пяти-то лет невинности, и уж, наверное, у них там тройки стоят, и меня ждут. Вас сто тысяч меня оценил. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще... А, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, Рогожинскую. Князь-то сказал, Сказал, да и чем. Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская, дрожащим голосом выговорил князь. Настасья Филипповна, полная матушка, полная голубушка, нестерпела вдруг Дарья Алексеевна. Уж, коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них. И неужели ты с этими отправиться хочешь? Хочешь и за сто бы тысяч. Правда, сто тысяч. Вижу ведь. А ты сто тысяч-то возьми, а его прогони. Вот как с ними надо делать. Эх, я бы на твоем месте их всех. Что в самом-то деле? Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. Не сердись, Дарья Алексеевна, усмехнулась Настасья Филипповна. Ведь я ему не сердясь говорила. Попрекнула, что ли? Я его. Я и в кем понять не могу, как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его, мать-то, руку у нее поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, до чего ты сам можешь дойти. Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужели ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты вот все-таки после того свата, что-то ехал, да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь. Доползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал. А ты ведь жалования, говорят, хорошие получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю. Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрытый, да тихонько сзади их зарежет, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыжник же ты. Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю. Выли, выли, это Настасья Филипповна, всплеснул руками генерал в истинной горести. Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот какой язык, какой слог. Я теперь его хмелю не нирал, засмеялась Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я его давно поджидала. Да, Алексеевна, видишь ты вот этого букетника, вот этого мсье о камелеа, господин из камели. Вот он сидит да смеется на вас, на нас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна. Я только с величайшим вниманием слушаю, с достоинством, отпарировал тотски. Ну вот, за что я его мучила целые пять лет и от себя не отпускала. Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня, виноватую перед собой, сочтет. Воспитание весь дал, как графиню содержал. Денег-то, денег-то, сколько ушло. Честного мужа мне приискал. Здесь еще там, а здесь Ганечку. И что ж бы ты думала? Я с ним эти пять лет не жила, а деньги-то с него брала и думала, что права. Совсем ведь я с толку сбила себя. Ты вот говоришь, что сто тысяч возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти. Да и не то, что за Ганечку. Да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих пять лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет? Я года четыре тому назад временно думала, не выйти ли мне уж и вправду за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли что у меня там в голове пребывало. А ведь право. Заставила бы. Сам напрашивался, веришь или нет. Правда, он укаул, да ведь падок уж очень выдержать не может. Да потом, слава Богу, подумала, стоит он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые-то пять лет я так форсила. Нету случая на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожным. Или завтра же в прачке пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Просеку, вот Ганю. Возьмет ли? Да если Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может быть, Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите, да, плачете. А вы взгляните-ка на князя. Я уже давно наблюдаю. Настасья Филипповна слевопытно обернулась к князю. Правда? Спросила она. Правда, прошептал князь. Возьмете, как есть, без ничего. Возьму, Настасья Филипповна. Вот и новый анекдот, пробормотал генерал. Ожидать было можно. Князь скорбным, строгим и проницательным взглядом смотрел в лицо, продолжавшая его оглядывать Настасью Филипповну. Вот еще нашелся, сказала она вдруг, обращаясь опять к Даре Алексеевне. А ведь прям, от доброго сердца. Я его знаю. Благодетельно нашла. А впрочем, правду может про него говорят, что того, чем жить ты будешь, когда уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то. Я вас честную беру, Настасью Филипповну, а не Рогожинскую, сказал князь. Это я-то честная? Вы? Ну, это там, из романов. Это, князь, голубчик, старые бредни, а нынче свет поумел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться? За тобой за самим еще нянька нужна. Князь стал и дрожащим русским голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес. Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы, но я, я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничто, а вы страдали, и из такого ада чистые вышли. А это много. К чему же вы стыдитесь за Строгожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тотскому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю правослово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна. При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко. Фердыщенко, Лебедева и даже генерал при себе как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тотский не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления. Но мы, может быть, будем не пятны, а очень богаты, Настасья Филипповна, продолжал князь с тем же робким голосом. Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина. И он меня уведомляет, что будто бы я могу получить очень большое наследство. Вот это письмо. Князь действительно вынул из кармана письмо. Да он уж не бредит и пробормотал генерал. Сумасшедший дом настоящий. На мгновение последовало некоторое молчание. Вы, кажется, сказали князь, что письмо к вам от Саласкина, спросил птицы. Это очень известный своему кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь сказать. Князь молча дрожащей рукой протянул ему письмо. Да что такое, что такое, похватился генерал, смотря на всех как полуумный. Да не устно наследство. Все устремили взгляды на птицу, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок. Сердыщенку не сиделось. Рогожин смотрел в недоумении и в ужасном беспокойстве переводил взгляды то на князя, то на птицыну. Дарья Алексеевна в ожидании была как на иголках. Даже Лебедев не утерпел, вышел из своего угла и согнувшись с ней погибели стал заглядывать в письмо через плечо Птицына с видом человека, опасавшегося, что ему сейчас дадут за это колотушку. Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров